Уважаемые коллеги Я позволю себе занять ваше внимание и поговорить о свойствах эфира. Мы на прошлых чтениях как раз начали затравить эти свойства эфира и начали говорить об эфире. И я считаю своим долгом продолжить этот разговор и сегодня поговорить о свойствах эфира. А начнем мы вот с чего. Ну, давно известно, что нас окружает, что все то, что нас окружает, так или иначе связано с энергией. С энергией солнца, с энергией земли, с энергией воды, с энергией человека, с энергией атома. Энергия неотъемлемая часть нашей жизни. И все мы это очень хорошо понимаем. Но понимаем ли мы, что собой представляет собой эта энергия? К сожалению, у нас нет единого понимания энергии. Физики, говоря об энергии, говорят о механической энергии, кинетической энергии, потенциальной энергии. Химики говорят о химической энергии, ядерщики будут говорить об энергии ядерной. Вы посмотрите, это все какое количество видов энергии, которые мы сегодня используем в нашей жизни. Но почему такое разнообразие понятия энергии? Почему энергию оценивают по совершенно разным физическим размерностям и единицам измерений? Действительно, в современной практике мы найдем такие размерности энергии, как сила, умноженная на длину, давление, умноженное на объем, импульс, умноженный на скорость, заряд, умноженный на напряжение, мощность, умноженная на время и, конечно же, всем известная масса, умноженная на квадрат скорости света. Да и саму энергию измеряют то в джоулях, то в килокалориях, то в киловатт-часах и так далее, и так далее. Почему? Потому что наши современные понятия об энергии расплывчатые, неконкретные. Совершенно неясно, как и из чего она появляется. Нам также непонятен и механизм ее возникновения. Мы пока не представляем ее физической сущностью. И не надо далеко ходить за примерами. Здесь вот, например, физическая энциклопедия. Энергия – это общая количественная мера движения. Там философская энциклопедия – это способность материальных систем совершать работу. В толковом словаре от Ушакова – это одно из свойств материи. И так далее, и так далее, и тому подобное. Здесь далеко не полный перечень. Так что же такое энергия? Количественная мера? Способность? Свойство материи? Сила? Физическая величина или еще что-нибудь еще? Чтобы ответить на этот вопрос, на все эти вопросы, необходимо вернуться к началу, к эфиру. Я основываюсь на размышлениях древних философов, ученых средних веков, а также наших современников, исследователей нашего времени. Таких, как глубокоуважаемый здесь сидящий Владимир Акимович Ацуповский, отец и сын Надеевых, Мишин. И очень интересный доклад, который я там увидел, такое сочетание, какое-то близкое мне, то, что вот говорил сейчас до меня Кириллов Алексей Иванович. Очень много интересного, очень много правильного. И вот мы уже, основываясь на всех этих работах, на всем этом понимании, уже имеем устойчивое понимание того, что весь мир состоит из эфира. И что именно эфир лежит в основе всего сущего, что нас окружает. Полагаю, что эфир обладает семью фундаментальными свойствами. Упругостью, способностью изменять свою плотность, способностью непрерывно двигаться и формировать эфирные потоки, способностью эфирных потоков создавать эфирные вихри, формирующие тероидальные плотности, способностью накапливать и выделять энергию, способностью создавать материю, и способностью принимать и передавать информацию. Конечно, существуют и другие мнения. о свойствах эфира их достаточно много но это вполне нормально так как эфир несмотря на всю такую свою длительную историю размышлений об этой удивительной уникальной сущности пока еще долго мы не изучим давайте пройдемся по всем этим свойствам и начнем наверно с упругости да у эфира упругость достигает фантастических значений эфир способен растягиваться на огромные расстояния а затем стабильно возвращаться в исходное положение под воздействием сил эфир может сжиматься умещаясь в немыслимо малые объемы но при прекращении действия этих сил немедленно возвращается в прежнее равновесное состояние исходя из этого упругость это фундаментальное свойство эфира и она определяет стремление эфира находиться в состоянии равновесной эфирной среды кроме того эфир способен под действием температуры или давления также как и любые другие вещества изменять свою плотность к примеру вода является жидкостью однако при нагревании до 100 градусов она переходит в пара а при температуре 0 градусов и ниже она преобразуется в плотный лед мы можем полагать что в зависимости от условий и эфир может находиться в уплотненном состоянии или же в разреженном состоянии в уплотненном состоянии эфир может быть в виде твердых тел в разреженном состоянии в виде газов жидкости ну все зависит от степени разреженности эфир но во всех случаях в основе любого твердого тела жидкости или газа всегда лежал и будет лежать эфир способность изменять свою плотность позволяет эфиру находиться в уплотненном или разреженном состоянии и представлять собой газообразные жидкие твердые тела или же плазму и это тоже его фундаментальное свойство начнение прошедших полгода назад мы уже говорили об эфире об эфирных потоках а эфирных вид вихрях а троидальных эфирных вихревых сгустках а механизме преобразования одних частиц другие через создание цепочек также мы рассматривали частицы удерживающие друг в испугу просматривали частицы которые удерживаются друг возле друга и мы увидели что они словно сшиваются эфирными плотными эфирными потоками сквозь стороны и туннели частиц по сути на прошедших чтениях мы уже раскрыли два фундаментальных свойства эфира первое это способность эфира непрерывно двигаться и формировать эфирные потоки и второе это способность эфирных потоков создавать эфирные вихри которые формируют троидальные эфирные плотности поэтому есть смысл перейти к очень интересному чрезвычайно важному свойству эфира к его способности накапливать выделять энергию мы с этого в общем то иначе полагаю что накопление энергии эфира частиц происходит за счет эфирных вихрей которые замыкаются непрерывно вращающихся троидальных конструкциях вращение этих вихрей происходит без потери энергии и может продолжаться бесконечно долго через стороны тоннели частицы сшиваются эфирными микропотоками в цепочке и вращение этих микропотоков также замкнуто и безостановочно таким образом энергия движения мощных эфирных потоков во вселенной и возникающихся хвеерных вихрей аккумулируется внутри частиц и в цепочках соединяющих эти частицы то есть сами частицы и цепочки тогда логично предположить что выделение энергии должно сопровождаться или разрушением частиц или разрывом цепочек частиц или тем или другим одновременно при этом замкнутые в сверхуплотненные эфирные потоки внутри частиц или в цепочках должны разрываться и потоки должны вырываться в окружающее пространство все что находится вокруг в этом случае при взаимодействии с окружающей средой сверхплотные эфирные потоки разрушаются свободный эфир стремится равномерно распределиться в окружающей среде увеличивая ее плотность и чем больше эфира освобождается при разрушении частиц или цепочек тем более увеличивается плотность окружающих среды и тем более больше выделяется энергия эфира это вот такая общее как бы краткое понимание принципиальная схема что ли вот эфирных потоков и той энергии которая накапливается в частицах того или иного уровня обычно мы можем встретиться с процессами выделения энергии например при радиоактивном распаде веществ при химических реакциях при ударе при горении или же при взрыве если рассматривать эти процессы с точки зрения разрушения цепочек и самих частиц и высвобождение их эфирных потоков то все эти процессы находят свое вполне логичное объяснение ну давайте так для примера посмотрим ну примеру молекула бензина состоит из соединений атомов углерода и атомов водорода считается что при горении бензина в двигателе внутреннего сгорания автомобиля химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию она механическую работу двигателя но что такое химическая тепловая энергия в чем их физический смысл каковы механизмы преобразования одного вида энергии в другой современная наука на эти вопросы дает достаточно туманный ответ однако если подходить к пониманию мира и приниманию процесса горения с точки зрения эфирной природы мира то все процессы можно легко понять молекуле бензина атомы углерода и водорода также связаны между собой вращающимися замкнутыми эфирными потоками во время такта сжатия и повышение давления в в камере сгорания связующие потоки деформируются наличие искры запускает цепную реакцию разрушения деформированных эфирных потоков это приводит к стремительному высвобождению уплотненных масс эфира и к резкому повышению давления в камере внутреннего сгорания двигателя воздушная среда в камере внутреннего сгорания изменяет свою плотность давит на поршень двигателя и перемещает его вдоль стены камеры двигатель начинает вращение коленчатого вала который передают крутящий момент на колеса автомобиля и автомобиль начинает движение поэтому полагаю что в процессе горения бензина в камере внутреннего сгорания двигателя происходит разрушение молекул бензина и освобождение плотных эфирных потоков эфир резко увеличивает плотность среды внутри камеры внутреннего сгорания и это естественно приводит к воздействию среды на поршень и как следствие к его движению и движению автомобиля взаимодействие высвоздающихся эфирных потоков с физическими телами может приводить к тому что эти тела будут перемещаться в пространстве деформироваться или разрушаться эти процессы характерны например при осуществлении ядерного взрыва считается что ядерный взрыв это грандиозный по своей разрушительной силе взрыв а ядерная энергия эта энергия содержащаяся в атомных ядрах и выделяющаяся при ядерных реакциях однако что представляет собой это ядерная энергия как физическое явление что еще выделяется при ядерном взрыве известно что при ядерном взрыве процессе воздействия нейтрона на ядро атома урана ну например там уран 235 это может быть или плутоний происходит его разрушение в результате ядро атома урана делится на осколки ну это тоже ядра элементов только с меньшим массовым числом при этом выделяются новые нейтроны которые бьют достаточно известная реакция по другим ядрам урана 235 и происходит цепная реакция но при ядерном взрыве кроме нейтронов выделяется огромная тепловая энергия возникает и мощная ударная волна и световое излучение и пожары и электромагнитные импульсы какие процессы происходят при их возникновении что представляет собой примеру ударная волна каково ее происхождение ученые отвечая на этот вопрос предполагают что источником происхождение ударной волны является высокое давление в эпицентре ядерного взрыва но почему возникает это избыточное давление которое порождает ударную волну который имеет столь мощную разрушительную силу считаю что при ядерном взрыве при разрушении ядра атома урана высвобождаются уплотненные потоки эфира которые связывают нейтроны и протоны в ядре атома эти эфирные потоки значительно больше уплотнены чем эфирные потоки связывающие атомы в молекулах то что мы видели например там молекуле бензина поэтому свободного эфира при разрыве внутри атомных связей высвобождается гораздо больше и массовое освобождение эфира приводит к резкому увеличению плотности окружающей среды и как следствие возникновению мощной ударной волны обладающей огромной разрушительной силой ударная волна возникает вследствие разницы давлений между воздушной средой с эфиром в эпицентре взрыва и окружающей средой чем больше разница давления тем сильнее действие ударной волны более плотная эфирная среда толкает воздушную среду и предметы в сторону менее плотной окружающей среды эти эфирные потоки освобождаются не только при ядерном взрыве но и при взрыве тротила или гексогена тоже известны процессе взрыва тротила происходит разрыв уже не внутри атомных связей а молекулярных связь связи между атомами при сравнении с энергией взрыва тротила энергия ядерного взрыва значительно более мощная эфирные связи внутри ядра атома формировались других более сложных условиях и они гораздо мощнее эфирных связей между атомами в молекуле положено того же тротила поэтому эфирные потоки сшивающие частицы в ядре атома существенно плотнее эфирных потоков связывающих атомы в молекуле следовательно в окружающую среду при разрыве ядерных связей выделиться значительно больше свободного эфира чем при разрыве молекулярных связей поэтому и мощность ядерного взрыва по параметрам ударной волны естественно превосходит мощность тротилового заряда а значит и энергия ядерного взрыва существенно превосходит энергию тротилового заряда далее при ударе пули а преграду также происходит выделение энергии однако этот процесс проступает происходит несколько ступенчатым сначала при горении пороха разрываются эфирные потоки связывающие атомы в молекуле пороха это приводит к резкому повышению давления в среде окружающие порох гильзы уплотненная среда начинает давить на дно пули она выталкивает ее сначала из гильзы а затем и ствола по направлению в цели считается что потенциальная энергия пороха во время выстрела преобразуется в кинетическую энергию пули а затем при встрече с преградой кинетическая энергия пули преобразуется потенциальную энергию преграды но каким способом и как преобразуется потенциальная энергия в кинетическую а затем вновь потенциальную каков механизм этого преобразования и И хотя подобных вопросов множество, четких ответов на них наука, к сожалению, пока не имеет. Однако, на них мы вполне можем ответить, если примем эфирную природу энергии. Но для этого надо сначала попытаться сформулировать само понятие энергии и разобраться в чем ее физическая сущность. По нашему мнению, природа возникновения энергии заключается в способности эфира изменять свою плотность при разрыве или деформации молекулярных, межатомных и месчастичных эфирных связей. Чем больше разрушенных эфирных связей у частиц атомов или молекул, тем более резко меняется плотность окружающего пространства. Это явно видно, например, при сравнении ядерных реакций, взрывов или процесса горения. Проявление энергии как изменение плотности среды можно наблюдать и во многих других явлениях, так как во Вселенной все состоит из эфира и различается друг от друга лишь своей плотностью. Таким образом, энергия, на наш взгляд, это действие, действие высвобожденных потоков свободного эфира, изменяющего плотность окружающей среды в процессе разрыва или деформации уплотненных эфирных связей, которые обеспечивают целостность частиц, атомов и молекул во Вселенной. Осознавая это свойство эфира, исследователи могут выходить на новые источники энергии, потому что становится понятным, где искать ответы на вопросы о новых видах энергии. Но энергия по всем представлениям так или иначе связана с материей. Поэтому, наверное, необходимо разобраться и с тем, что же собой представляет материя. Однако вопросов к материи существует ничуть не меньше, чем к энергии. Можно посмотреть, как говорили древнегреческие философы о материи, Демокрит, что это атомы и пустота, Аристотель, что это возможность, Декарт, это некая субстанция, Спиноз считал, что мир в целом и так далее. В физике описывается, как нечто существующее в пространстве и во времени. Огромное количество поля для размышлений громадное. Но что же собой представляет материя? Это материал или атомы и пустота? Это всеобщая возможность или субстанция? Это мир или природа? Это объективная реальность или личность в существующем пространстве или во времени? А может быть, вещество или субстрат? Изучая эти работы, наверное, сложно ответить на этот вопрос. Но опять же, чтобы ответить на все эти вопросы, обратимся к эфиру. Потому что именно эфир, на наш взгляд, имеет свойство создавать материю. Материя, по сути, это уплотненный эфир. И именно эту плотность мы ощущаем, принимая ее за объективную реальность, существующую независимо от нас. Проявление материальности эфира осуществляется на этапе формирования первых фундаментальных частиц. Все частицы, планеты, звезды, во Вселенной представляют собой лист разномасштабные уплотненные сгустки вращающейся эфирной среды. Они эфир, и они не существуют в пустоте или в каком-либо физическом вакууме. Они существуют в среде, и среда это тоже эфир. Во Вселенной все состоит из эфира, и в нем и существует. Для человека материальность эфира начинает проявляться при достижении эфира определенных количественных показателей. Человек начинает ощущать эфир на уровне вещества, ну газа, металла или жидкости. То есть определенного количества и плотности объединенных атомов и молекул. Кроме того, которые состоят из эфира, естественно. Кроме того, эфир формирует массу любого физического тела. Мы знаем, что у планет и звезд, у молекул и атомов, а также и частиц есть масса. Чем плотнее физическое тело, и чем больше оно по размеру, тем больше его масса. Подобная ситуация складывается и при анализе количества эфира в физических телах. Чем большее количество уплотненного эфира в виде эфирных сгустков находится в физическом теле, тем больше его масса. Таким образом, понятие массы напрямую связывается с понятием эфира. И именно количество и плотность эфира в единице объема определяют показатели массы. И в этом заключается физическая суть массы любого физического тела. Эфир информационен. Это, на наш взгляд, не последнее его свойство, а свойство его связанное с духовным миром, будем еще говорить, но не здесь и не сейчас. Вернее, не сейчас, здесь и сейчас. Эфир информационен. Он может хранить информацию об одних физических телах эфирных образований и передавать ее другим эфирным образованиям. Поэтому все однородные частицы во Вселенной подобны друг другу, как подобны друг другу атомы и молекулы. Во Вселенной информация, прежде всего, передается с помощью фотонов, которые также состоят из эфира, имеют массу, материальны и находятся в непрерывном движении. Все физические тела испускают фотоны, которые доносят для человека информацию о цвете, запахе, вкусе или состоянии этих тел. Человеческий мозг преобразует эти информационные сигналы в определенные образы, что позволяет человеку принимать те или иные решения в своей повседневной деятельности. Становится понятным, что наличие всех этих фундаментальных свойств у эфира позволяет ему формировать окружающий нас мир, создавая единую организованную систему под названием Вселенная. В нашем представлении эфир — это окружающая нас упругая бесструктурная среда, находящаяся в постоянном движении, обладающая определенными фундаментальными свойствами, позволяющими создавать все существующие во Вселенной физические тела и обеспечивать их взаимодействие. Таким образом, можно утверждать, что эфир и только эфир является единой и единственной материальной фундаментальной субстанцией, из которой формируются частицы, атомы, звезды, планеты, галактики и Вселенная в целом. Вместе с тем, официальная наука пока упорно обходит эфир стороной, цепляясь за догмы прошлого века. Это, безусловно, оказывает негативное влияние на прогресс цивилизации и продвижение научных знаний. Только правильное осознание роли и сути эфира позволит нам делать новые открытия и направит человека по пути к процветанию. Понимание механизма формирования частиц во Вселенной даст возможность освобождать фантастически огромную энергию, собранную эфирными викрами в тероидальные конструкции частиц. Более того, появится возможность реального управления этой энергией в процессе человеческой деятельности, в любой точке планеты. Дешевая, неисчерпаемая энергия частиц откроет путь в далекий космос, в полярные территории и в глубины океана. Осознание материальной основы эфира, понимание природы его плотности и упругости позволит осуществить давние мечты человечества о телепортации и левитации. Цивилизация получит в свое распоряжение совершенно новые, экологически чистые транспортные средства, на непознанные по экономикам принципов перемещения. Изучение информационных свойств эфира приведет к тому, что телепатия станет обычным делом и займет место мобильных телефонов и радиостанций. Это станет новым способом передачи любой информации и общения между людьми на любых расстояниях. И все это эфир. Эфир, из которого мы состоим, эфир, в котором мы живем, эфир, в котором мы дышим, эфир, который по абсолютной глупости и в угоду ошибочным теориям почему-то предан забвению. Эфир – это наше будущее и наше настоящее. И не понимать это значит потерять все, что человечество уже достигло в этой жизни. Это значит потерять свое будущее. А этого допустить никак нельзя. Спасибо.